Начальник городской полиции Александр Майдеров на заседании городской думы отметил, что преступность в Барнауле за последние полгода снизилась, а уровень раскрываемости дел повысился. В качестве приоритетных реализовывались мероприятия по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, противодействию экстремизму, незаконной миграции, защите интересов в сфере экономики, профилактики правонарушений. После доклада защитника правопорядка депутаты приступили к пересмотру городского бюджета. Председатель комитета по финансам Ольга Шернина отметила, что объем доходов бюджета уточнен в части межбюджетных трансфертов. Дополнительную финансовую помощь направят на следующие мероприятия. На оплату труда работников муниципальных учреждений, со строительства школы в квартале 2011, для частичного оплату стоимости путев в загородные лагеря отдыха, на проведение капитального ремонта и антитеррористические мероприятия в учреждениях образования. Федеральные средства на строительство двух школ в Барнауле отозванные. Причина на поверхности. Объекты нереально построить и ввести в эксплуатацию в течение одного года. Поэтому эти деньги были возвращены, но в дальнейшем мы предполагаем, что, конечно же, эта работа будет сделана по нацпроектам. Но при этом я бы хотела отметить, что мы получили деньги из регионального бюджета и достраиваем школу на взлетные 56. И здесь строительство школы за три года у нас стоит более 900 миллионов. И здесь мы вкладываем и краевые деньги, и городские. Что касается в целом объема доходов городского бюджета, то цифра превышает 25 миллиардов рублей. Расходы 26 миллиардов. Дефицит бюджета не увеличился. Остался на уровне прошлого года. 1 миллиард 400 миллионов рублей. Муниципальный долг в этом году, как собственный, на протяжении многих лет отсутствует. На заседании депутаты уделили внимание инициативному бюджетированию. Речь идет о порядке в движении проектов. Сегодня мы вносим такую поправку, что один проект, стоимость одного проекта не может превышать 10% от запланированных средств на год. Вот я вам озвучила 50 миллионов на следующий год. Следовательно, проект не должен превышать стоимости 5 миллионов. Это мы говорим с вами о бюджетных деньгах. Увеличены расходы на переселение людей из аварийного жилья, продление контракта на пассажироперевозки, содержание дорожной сети в зимний период, а также капитальный ремонт образовательных учреждений. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.